После экспериментальной четвертой фазы, в которой появилось множество новых персонажей, студия Marvel запускает пятую фазу своей кинематографической вселенной. Открыл пятую фазу фильм «Человек-муравей и оса. Квантомания». Перед фильмом стоит двойная задача – не только завершить трилогию Пола Рада о Человеке-муравье, которая началась еще в 2015 году, но и подготовить почву для того, что произойдет в пятой фазе, которая является частью мультивселенской саги. Предлагаю в этом видео узнать, что показали в фильме, каким получился Канг, как он повлияет на будущее Marvel и в каких проектах он еще появится. Предупреждаю, будут спойлеры. Ты думал, что победишь? Что я чувствую, когда выхожу на ковер? Решимость, несгибаемую волю, стремление к победе. За что я борюсь? За свой народ. За свое наследие. Нитро. Энергия олимпийских чемпионов. Как следует из названия, в Квантомании Скотт Лэнг, также известный как Человек-муравей, попадает в квантовый мир вместе со своей дочерью Кэсси, с Хобб Ван Дайн, Джанет и Хэнком Пимом. Оказавшись там, Джанет сталкивается со своим прошлым, и все пятеро становятся целью Канга-завоевателя, ужасающего существа, который опустошил большую часть квантового мира. Работая вместе, семья должна найти способ вернуться домой, не позволив Кангу освободиться из квантового мира. Он способен переписывать реальность и нарушать ход времен. Квантомания – это совсем другой фильм о Человеке-муравье. В то время как прошлые фильмы трилогии были гораздо более приземленными, Квантомания переносит своих персонажей в очень фантастический мир и сильно повышает ставки. Сценаристам удалось показать развитие Скотта Лэнга. В фильме показывают, что он через многое прошел, много отсылок на гражданскую войну и финалы Мстителей. Он даже написал свою собственную книгу. Когда Муравей попадает с дочкой в квантовый мир, мы видим, как он пытается как можно быстрее спасти родных и вернуться домой. Потому что Скотт, по своему опыту, прекрасно знает, что квантовый мир до конца не изучен и в нем скрывается много угроз. Он может дать нам второй шанс. А теперь об угрозах. Главным злодеем здесь выступает Канг-Завоеватель. Ранее мы уже встречали Канга в четвертой фазе. Впервые он появился в сериале Локи. Там он называл себя «Тот, кто остался». Его назвали так, потому что он остался единственным в цитадели за пределами времени. Тот, кто остается. Тот, кто остается. Она меня все еще так зовет? Канг объяснил Локи и Сильви, что он был когда-то ученым, живущим в 31 веке, где он открыл технологию, которая позволила ему путешествовать во времени и пространстве. В своих путешествиях по мультивселенной он вскоре столкнулся с другими версиями самого себя. Можно подумать, что встреча с несколькими версиями себя – это неплохо. И поначалу так оно и было. Однако некоторые версии Канга перешли к завоеваниям. И именно тогда началась война мультивселенной. Тот, кто остался, в конце концов выиграл эту битву. И после войны создал организацию по управлению временными изменениями, чтобы не возникали нарушения во времени. Но все варианты меня были так чистые душой. Локи хотел захватить власть, чтобы предотвратить все смерти. Но Сильвия решила убить того, кто остался, и сохранить свободу воли в новой мультивселенной, которой больше не управляет организация по управлению временными изменениями. Сезон закончился тем, что Локи вернулся в штаб-квартиру организации. Только временная линия изменилась, и он оказался в той, где всеми управляла новая версия Канга. В Квантомании нам показывают версию Канга-Завоевателя, который оказался в Квантовом мире после того, как его изгнал Совет Кангов. К несчастью для них, Канг встретил Джанет в Квантовом мире, и она помогла ему отремонтировать его корабль. Однако, когда она его коснулась, то увидела все зло, которое совершит этот Канг, потому что корабль связан с разумом Канга. Она решила воспользоваться частицами Пима для расширения ядра его корабля, чтобы сделать его непригодным для использования. Когда Кэсси построила устройство для исследования Квантового мира, она посылает сигнал, который принимает Модок, ментальный организм, созданный только для убийства. Этим персонажем оказался Даррен Кросс, желтый шершень из первого Человека-Муравья. После поражения в первом фильме, Даррен попадает в Квантовый мир и деформируется, превращаясь в гигантскую голову с крошечными конечностями. Канг находит Даррена и превращает его в идеальное оружие, используя его для выслеживания своих врагов. Желая угодить Кангу, Модок рассказывает Хозяину о том, что Человек-Муравей является ключом к восстановлению ядра. Канг потратил десятилетия на то, чтобы построить свою власть над Квантовым миром. И когда Скотт снова оказывается там, Канг сразу понимает, что у него наконец-то появился тот человек, который сможет уменьшиться и проникнуть в ядро, чтобы вернуть его в прежний маленький размер. После чего, Канг сможет сбежать на корабле. Либо сделаешь, что мне необходимо, либо вся жизнь во вселенной прекратится. В конце фильма героям удается победить Канга и того засасывает внутрь ядра. Но, как нам уже говорили, существует множество других вариантов Канга. В сцене после титров нам показывают совет Кангов, которые призывают свои версии из всей мультивселенной, чтобы развязать мультивселенскую войну. Был показан стадион, похожий на Колизей, заполненный тысячами вариантов Канга со всей мультивселенной. Лидер совета Кангов, показанный в сценах после титров, выглядит как Иммортус, синекожий вариант. Этот вариант Канга часто изображается, как лучшая версия мультивселенского злодея, поскольку у него есть свой план, который благодаря хитрыми манипуляциями гарантирует, что он останется главным в конце времен. К нему еще присоединяются Рама Тут, древнеегипетская версия Канга Фараона, и, возможно, Алый Центурион, бронированная и технологически продвинутая версия Канга. Иммортус созвал все варианты Кангов на это собрание, чтобы обсудить борьбу с Мстителями, прежде чем они вмешаются в их планы. Следующая версия Канга вернется в Марвел во втором сезоне Локи. На это нам намекнули во второй сцене после титров Квантомании, где Локи и Мебиус в 1920 году смотрят на Канга, который называет себя Виктором Таймли. Пока неизвестно, считается ли эта версия Канга плохой или хорошей. Сможем это узнать, когда выйдет второй сезон Локи, а это произойдет уже в этом году. Есть несколько других фильмов и сериалов пятой и шестой фазы Марвел, в которых может вернуться Совет Кангов. Известно, что третий Дэдпул будет как-то связан с мультивселенной, где болтливому наемнику составит компанию Росомаха Хью Джекмана. Также вполне возможно, что Совет Кангов появится в Людях Икс и Фантастической Четверки. Все эти проекты уже находятся на ранней стадии разработки. Студия Марвел еще не подтвердила продление Луного Рыцаря на второй сезон, но главный актер шоу Оскар Айзек намекнул, что скоро станет все известно. Зрители наверняка снова увидят Луного Рыцаря в Марвел. Сериал получился достаточно хорошим и собрал много положительных отзывов. Есть еще много историй, которые можно рассказать про Луного Рыцаря, поскольку все с нетерпением ждут, чтобы поскорее узнать, что происходит с третьей личностью внутри Стивена Гранта и Марка Спектора, таинственного Джека Локли. Представляю моего друга Джека Локли. Сегодня ты проиграешь. Как именно Канг может появиться во втором сезоне Луного Рыцаря? Одной из альтернативных личностей Канга является Рама Тут, египетский фараон. А так как сериал связан с египетской мифологией, вполне вероятно, что Рама Тут из Квантомании может стать главной угрозой Луного Рыцаря во втором сезоне. Анимационный сериал «Что если?» имеет дело с альтернативными мирами в обширной мультивселенной. Это сериал «Онтология», где в каждом эпизоде нам показывают новую историю. В первом сезоне было много захватывающих сюжетов, и поэтому включение Канга во втором было бы неплохим дополнением для пятой фазы, и в целом зрители могли бы чуть больше узнать о других уникальных вариантах Канга. Проект «Молодые мстители» еще не был официально анонсирован, но большая часть четвертой фазы была посвящена представлению нового молодого поколения супергероев, и многие из них являются членами молодых мстителей в комиксах. Есть забавный факт, в комиксах среди молодых мстителей есть версия юного Канга до того, как он стал злодеем. Если студия Марвел реализует это, то мы можем увидеть, как молодая версия Канга решает собрать молодых мстителей, чтобы остановить свои варианты до событий фильма «Мстители. Династия Канга». Помимо этих проектов, возвращение Совета Кангов произойдет в новых мстителях, у которых следующие названия «Мстители. Династия Канга» и «Мстители. Секретные войны». Квантомания сильно дразнит фанатов и становится очевидно, что третья часть «Муравья» окажет огромное влияние на будущее Марвел. Интересно, что такая большая и серьезная угроза для мультивселенной в лице Канга началась с квантового мира и самого маленького героя Человека-муравья. У нас был уговор. В целом, триквел «Муравья» вышел неплохим и смог удачно подготовить почву для того, что будет происходить в пятой фазе кинематографической вселенной Марвел. Таким образом, Квантомания является обязательным для просмотра поклонникам Марвел не только потому, что это интересный фильм, но и потому, что это важное начало для истории пятой фазы Марвел и саги мультивселенной. А главной звездой фильма является Канг, который показал, что готов стать следующим главным злодеем Марвел после Таноса. А что вы думаете про Канга? Понравилось вам начало пятой фазы Марвел или нет? Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok